здравствуйте друзья сегодня у нас на обзоре нож от компании CRKT модель ripple в алюминии поехали нож поставляется в традиционной вот такой вот картонной коробке модель ripple да мы видим что он также присутствует надпись что дизайн кино union внутри у нас собственно нож мини-каталог все традиционно для компаний CRKT застаем складываем коробочку давайте смотреть вот такой вот интересный нож сразу видно что дизайнер постарался как следует рисовал так рисовал нарисовал много чего рукоять из алюминия да скажем так он выглядит изначально таким уже за состаренным дам потертый в середине ну как по мне добавляет его некой харизматичности у нас вереница отверстие сверху и снизу на на оборотной стороне мы видим то же самое и на клипсе в частности вот они продолжаются а клипсе отдельный разговор она продолжает продолжает скажем так профиль рукояти очень интересно это выглядит на брюках сидеть вполне комфортно с этой стороны у нас отверстие под темлячок нож собран на двух винтах и на осевом под торс винты представляют из себя такие вот интересные фигурные боночки что тоже приятно центровка клинка из коробки по центру ну давайте уже флипанем это же у нас флиппер фокус ловим и вперед вот такой вот нож сразу бросается в глаза вот надпись дизайн кино ониона на фирме логотипчик с другой стороны сертики и название модели точнее артикул данный нож сертики ripple их целое семейство конкретно этот нож в черном алюминии и в стали 8 cr13 тимови сведен нож достаточно тоненько скажем так сталь мне показалось несколько суховатой но до определенной степени до скажем так и на грани фола но близко к этому что-то очень твердое резать возможно я бы поостеревался есть шанс что будет некоторое выкрашивание но так как резак в принципе очень нож достойный линзовидные вогнутые спуски вот именно этому и способствует нож сведен не очень равномерно подводы я бы сказал гуляют как гуляет наш фокус сегодня смотрим сведение упор на чуть-чуть разница на носике у нас ну практически приходит в нужный уровень интересное решение вот такой вот на манер криса и вода скругление обушка как по мне очень интересное решение очень смотрится оригинально и приятно если когда мы щупаем пальцем ничего не наминает вполне такой вот эргономически удобное решение флипует нож шикарно замок у него вот такой вот лайнер флипует просто в идеале то есть внутри в оси подшипники айки без поэтому у нас с полетом клинка никаких проблем нету нож недорогой как по мне для того что в нем есть подшипники и с таким приличным дизайном нож недорогой есть версии подороже да с более приятной стали но как по мне там переплачивать за условно лучшую сталь не очень скажем так разумное решение достаточно и вот этого ножа давайте взвесим его нож достаточно легкий посмотрим сколько он на весах всего лишь 74 грамма есть практически и вообще не ощущается когда носим я поносил его где-то перед тем как снять этот обзор с неделю вообще не ощущается при ношении сидит комфортно режет тоже хорошо очень тонко спущенный такой резачок то есть вполне себе тянет и на джентльменский нож и на городской классический диссишник все в нем удобно и самое приятное то что он без проблем флипует в руке вот когда мы сжимаем есть небольшое ощущение да вот это вот вот этого изгиба клипсы но это только нужно очень сильно сгибать когда мы держим простым хватом вот очень все удобно мы что-то режем мы что-то такое подрезаем в принципе никаких нет проблем но когда мы сильно сжимаем тогда есть небольшое ощущение вот это вот кусочка клипсы давайте сравнивать габариты ножа на клинок у нас являет практически скажем так 9 на 9 сантиметром стремится да то есть клинок такой чутка больше парамире но смотрите в габаритах насколько она его больше то есть нож очень компактный за это в принципе тоже можно кину воню на поставить пятерку принципе его почерк здесь виден и не вооруженным глазом да можно было бы и не ставить клеймо нож и новым лично мне напоминает такой известный нож от компании кершу это модель осос вид на тоже дизайн кена у него мне кажется них скажем так есть общие черты но опять же повторюсь мне дизайны этого дизайнера очень нравится все всегда продумано все всегда интересно есть какая-то изюминка как и в этом ноже за эти деньги что очень интересный нож разумный другой вопрос стали кто-то любит 80 13 кто-то считает ее конечно достаточно бюджетным вариантом но с теми задачами которые я ставлю перед подобного плана ножами он справляется без проблем там вскрытие какой-то упаковки строгания чего-то не твердого нарезка каких-то продуктов все это для него семечки никаких проблем с этим нож вообще не испытывать данный нож оставил у меня лишь позитивные впечатления и такое заслуживает скажем так четверку да мне не пятерку лишь потому что она возможно сталь могла бы быть и поинтереснее но опять же повторюсь стоимость решает в принципе скажем так пользу этого ножа можно брать можно пользоваться нож интересный всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч